Когда я впервые приехал в Соединённые Штаты, повсюду я слышал про управление стрессом. Я не мог этого понять, потому что в моём понимании мы управляем теми вещами, которые представляют для нас ценность — семьёй, бизнесом, деньгами, недвижимостью. Мы управляем тем, что имеют для нас ценность. Зачем кому-то хотеть управлять стрессом? Я долго не мог этого понять. Но потом я осознал, что люди пришли к выводу, что стресс — это словно дополнительная часть тела. Стресс — это предаток, от которого они не могут избавиться. Стресс не является частью вас. Вы испытываете стресс, потому что не знаете, как управлять своим умом. Никто никогда не уделял внимания тому, как управлять этим умом, как управлять этими эмоциями, как управлять этим телом, как управлять этими энергиями. Никто никогда не занимался этими вопросами. Вы оставляете управление такой сложной системой на волю случая. Так что стресс — это естественный результат такой неосознанной жизни. По-другому просто быть не может. Не думайте, что ваша работа вызывает стресс. Сейчас вы еще учитесь. И быть учащимся колледжа — это стресс. Если вы не найдете работу, когда окончите колледж — это стресс. А если получите работу — это будет еще больший стресс. Если не найдете себе жену — это ужасный стресс. Но если женитесь... Тут я лучше промолчу. Если у вас нет детей — это стресс. Если дети есть — вы на себе волосы будете рвать из-за стресса. Так что вы испытываете стресс не из-за вашей работы или жизненной ситуации. Вы испытываете стресс из-за неспособности управлять собственной системой. Если вы не знаете, как управлять этой системой — это и есть стресс. Если бы это действовало так, как вы хотите, вы бы не испытывали стресс. Если вы будете выполнять простой процесс внутренней инженерии — всего 21 минуту в день. Сегодня измерьте свой пульс до и после еды, продолжайте практику в течение шести недель, и затем измерьте снова, и вы увидите — пульс заметно снизится. Что, по сути, показывает, что с тем же уровнем активности... Это простой индикатор. Есть много других параметров, которые вы можете проверить. Но это очень простой показатель, для которого вам не нужно идти в лабораторию. Вы можете проверить это сами. Снижение пульса с тем же уровнем активности показывает, что ваша система движется в более легком темпе. Это означает, что она работает гораздо более эффективно. Если двигатель вашего автомобиля работает на 2000 оборотов в минуту, он может отработать 100 000 километров. Того же самого двигателя на 5000 оборотах в минуту хватит всего на 50 000 километров или меньше. Просто из-за ненужных оборотов. Так что если это может делать все, что нужно, в легком темпе, это означает, что оно функционирует эффективно. Любая машина с минимально внутренним трением работает эффективно и естественным образом производит больший результат с минимальным количеством стресса. Определенно. Для вас пришло время заняться внутренней инженерией. Субтитры создавал DimaTorzok